Титая Титая, как мы знаем, является драйвером глобальных тенденций и в конце прошлого века, и в начале этого века. Если сначала где-то в 90-м, 2000-м году главное влияние Титая на глобальные процессы и тенденции было через высокие темпы роста, и это был главный фактор, то сегодня уже главным фактором становится масштаб. Потому что даже если китайская экономика будет расти не очень быстро или очень быстро, а раньше шел счет на 5-10% разницы, а сегодня каждый процент или пара-тройка процентов изменения тенденций в китайской экономике и энергетике будут оказывать достаточно существенное влияние. Ну и мы видим, что Китай практически вышел сейчас на первое место по ВВП, по паритету покупательной способности, по потреблению энергии и так далее. То есть он действительно является ключевым драйвером. Как раз вот этот график показывает, что масштабы Китая действительно имеют значение. Мы видим, что к 2040 году по прогнозу Energy Data существенный вклад и площадь, которую занимает прямоугольник для Китая, существенно вырастет. То есть даже если потребление будет более медленным, все равно, вот посмотрите на прямоугольничек по России, как бы он немножко транспонирован и в другой угол перемещен, но он по площади примерно остается таким же. А вот китайский прямоугольник очень существенно растет. И Китай в последние годы действительно, как уже здесь говорилось и не стоит много повторять, определял существенные процессы и тенденции развития мировой энергетики. Сегодня он является лидером по объемам потребления, а в последние годы он определял на 50-70% прироста глобального потребления энергии. Является доминирующим потребителем угля, доминирующим потреблением электрической энергии, доминирует в приросте потребления электрической энергии главный источник выбросов парниковых газов. Но и сегодня является лидером по инвестициям в возобновляемые источники энергии, по объемам мощности ветровых электростанций и по годовым инвестициям в повышение энергоэффективности. То есть вот эти три вещи, они характеризуют уже новые тенденции в развитии китайской экономики и энергетики. Если говорить о парниковых газах, то мы видим, что вот этот шарик такой, да, на территории Китая, он является самым большим. Действительно, Китай сегодня является лидером. На нижнем графике показаны приросты, вот правый овалом красным введены столбики за 2090-2000 год и 2010 год. Мы видим, что рост экономики, в данном случае голубые столбики, это прирост ВПН на душу населения Китая, являлся главным драйвером прироста выбросов. И в конце концов, вот эти вот правая картинка показывает, что исторический вклад Китая в суммарную, кумулятивно накопленную объемы выбросов парниковых газов, сегодня практически начинает приближаться к вкладу, который сделали за все предыдущие годы, за всю ретроспективу с 1750 года развитые страны. То есть Китай, если раньше историческую ответственность сваливал на развитые страны, сегодня равная ответственность уже ложится на него самого. И дальше это будет только усугубляться. Про проблемы развития китайской экономики здесь уже говорилось, тем более, что я небольшой специалист именно в китайской экономике, оставлю вам несколько секунд еще посмотреть, но хочу просто отметить один очень важный момент. Вот мы говорили о том, что очень высокая норма накопления в китайской экономике, ну просто фантастически высокая, но эффективность этих капиталовложений систематически снижается, и приростная капиталоемкость растет. Это означает, что совокупная производительность факторов производства в китайской экономике, таких как капиталоодача и производительность труда, она постепенно снижается. И это действительно проблема для обеспечения динамичного экономического роста при условии снижения числа занятых. А также уже сегодня говорилось о том, что происходит смена моделей роста, переключение с государственной ценой инвестиционной экспансии на рост внутреннего потребления, негосударственных инвестиций, демографическая реформа. И сегодня также уже в нескольких выступлениях говорилось, какую важную роль китайское руководство отдает вопросам модернизации экономики в плане развития низкоуглеродной экономики, продвигаются в принципе рыночные экономики, передаются постепенно полномочия на местный уровень, все это очень важно. Если взять, вот я взял последние сообщения новостные по тому, что происходит в китайской экономике. Здесь просто потрясающие цифры. Ну, начнем с того, что вот в прошлом году китайцы инвестировали 103 миллиарда долларов в возобновляемые источники энергии. Сегодня, значит, эти 36% всех инвестиций мировых в это направление. То есть, Китай здесь абсолютный лидер. Существенно растет, как мы здесь видим, и строительство атомных электростанций. И вот сегодня уже это обсуждалось, но вот буквально последняя новость как раз сводится к тому, что Китай останавливает строительство своих угольных электростанций. Уже в 15 регионах практически решение принято. Параллельно Китай, значит, планирует нарастить свои мощности солнечных электростанций до 143 гигаватт в 2020 году. Я просто напоминаю, мощности, все мощности установленных электростанций в России примерно 250 гигаватт. Мощность атомных электростанций выросла до 120-150, и Китай уже принял решение о том, что он ограничит сверху рост потребления первичной энергии. Мы можем долго продолжать этот лист. Запускаются новые механизмы, такие как рынок зеленых сертификатов, система торговли квотами на выбросы, очень активно развивается политика энергосбережения. Как мы видим, опять существенный рост ввода станций на возобновляемых источниках энергии. И если мы посмотрим 2015 год, что происходило в китайской энергетике в 2015 году, то здесь возникает вопрос. Вот этот 2015 год – это какой-то выброс, или это действительно начало резкого слома трендов, которые мы прежде наблюдали в китайской экономике энергетики? Ну, во-первых, первичное потребление энергии в 2015 году выросло меньше, чем на 1%. Это по сравнению с тем, как оно росло в предыдущие годы достаточно быстро. Добыча и производство угля, потребление и производство угля упало. Потребление нефти и газа росло, энергоемкость снизилась за один год на 5,6%. Просто для сравнения, Российская Федерация пытается с 2007 года снизить энергоемкость с 2020 года на 40%, пока что нам удалось снизить на 7% за 8 лет. У них за один год на 5,6%. Значит, выбросы парникового газа за последние два года стабилизировались. В Китае выбросы стабилизировались, что совершенно фантастическая вещь, потому что прежде именно Китай определял ускоренную динамику выбросов во всей мировой системе. И впервые упала выработка потребления электрической энергии в первые 1968 года. То есть очень много совершенно новых тенденций. Вопрос, насколько они устойчивы. Вот в рамках Парижского соглашения и в процессе подготовки к нему, каждая страна подготовила свой национальный план ожидаемого вклада в решение проблемы стабилизации глобального климата. Вот здесь есть на этой картинке некоторые параметры китайского вклада. Я не буду долго останавливаться на этих цифрах. Здесь видно и как будет расти экономика. Кстати, постепенно темпы роста существенно будут замедляться, но тем не менее обеспеченность и уровень экономического развития Китая будет расти. Кстати, обратите на одну цифру внимание. Сегодня обеспеченность жилой площадью в Китае 31 квадратный метр, а в России где-то 22-23. То есть китайцы уже живут лучше нас. Они не только больше нас зарплату получают, как мы сегодня выяснили, но и живут в более просторных квартирах. И при этом, значит, вот внизу три цифры выделены. Это насколько Китай собирается снизить энергоемкость к 50-му году по сравнению с 15-м годом, углеродоемкость и выбросы парниковых газов. То есть действительно очень амбициозные планы в этой программе приняты. При этом Китай предполагает не повторять путь развития развитых стран, который вот на правой верхней картинке изображен, а выйти на пик выбросов гораздо на более низком уровне и раньше, чем это удавалось большинству развитых стран за счет тех мер, о которых мы чуть позже поговорим. И вот нижний график показывает, что если мы говорим о факторах, которые определяют рост потребления энергии, то и выбросов, то потребление энергии, вот желтые квадратики, прямоугольнички показывают вклад роста экономики, а красные – повышение энергоэффективности. Мы видим, что уже практически где-то там в 30-м, 40-м году они становятся равны, а потом энергоэффективность перевешивает вот эти квадратики, а плюс еще низкоуглеродные технологии позволяют вот эти зеленые прямоугольнички существенно снижать выбросы. Таким образом, Китай предполагает выйти на пик выбросов, и для этого они используют целый набор политики. Здесь мелкий шрифт, вам прочитать не удастся, но я не хочу об этом долго говорить, просто хочу сказать, что набор мер политики достаточно широкий и достаточно подробный. И в итоге за счет реализации этих мер они хотят добиться выхода на пик выбросов где-то в районе 2030 года, а потом обеспечить снижение этого пика. И это будет происходить отчасти из-за того, что если мы посмотрим правый верхний график, как росли выбросы в Китае, в парникового газа, то мы увидим вот два нижних столбика, красный и такой оранжевый, это прямые косвенные выбросы за счет развития промышленности. Мы видим, что именно эти два сектора и определяли всю динамику выбросов. Сегодня мы говорим о том, что промышленность динамично расти в Китае больше не будет. Значит, этот тренд удастся остановить и переломить. И если рассматривать последние документы и материалы, которые мы видим по китайской экономике, то там есть несколько таких магических слов. Во-первых, это насыщение, во-вторых, выход на пик, шапка, то есть верхний предел, структурные извиди, технологические инновации и меры политики, которые позволяют обеспечить все эти вещи. По поводу насыщения и выхода на пик. Вот на этих двух графиках, двух линиях графиков показано следующее. На левом верхнем графике показано, как может изменяться, красная кривая – это Китай, как может изменяться производство стали в Китае, по той причине, что у нас накопленный объем запаса стали во всех элементах инфраструктуры, оборудование, железных дорогах, жилых домах и так далее, уже становится большим. И это позволяет все в большей степени использовать вторичный ресурс, то есть металлолом. И потребность первичным металлям существенно снижается. То есть мы видим, что здесь Китай выходит на пик, и потом начинает снижаться абсолютный объем производства стали. Так, нижние графики показывают объемы жилищного строительства. И мы видим, что черная сплошная кривая – это накопленный объем зданий. Да, он растет во всех сценариях, которые здесь рассмотрены. Но вот такая серая средняя интенсивность и линия показывает объем производства цемента. То есть объем строительства, извиняюсь, объем строительства нового строительства жилых зданий. Мы видим, что объем строительства новых жилых зданий, он выходит на пик, насыщается, а потом начинает снижаться. И из-за этого на верхнем зеленоватом графике показано, как будет изменяться производство цемента. То есть производство цемента выходит на пик, и потом начинает абсолютно снижаться. Китай выходит на пик, достигает шапки, и дальше идет снижение. Да плюс к этому модернизация технологий производства цемента, вывод наиболее, вернее, так скажем, наименее эффективных предприятий из эксплуатации, приводит к тому, что удельный расход на производство одной тонны цемента существенно снижается. То же самое, такая же точная история со сталью. В зависимости от прогноза, это прогноз целелитейной ассоциации Китая, это не какие-то внешние прогнозы, в ближайшее время производство стали выходит на пик, потом начинает сокращаться. То же самое с угольной генерацией. Мы только что видели в докладе BP, такую же самую примерно картинку, и здесь показаны уже, опять же, китайские прогнозы по поводу того, что угольная генерация в ближайшее время выйдет на пик, будет установлена шапка, и здесь на основе анализа этих материалов были рекомендованы вот эти самые объемы шапки, которые перечислены на графике. То есть ясно, что существенно будет снижаться производство всего того, что производит так называемая тяжелая промышленность. И при этом будет происходить структурный сдвиг в пользу сферы услуг, а сфера услуг на производство единицы добавленной стоимости требует в 4 или в 20 раз меньше энергии, чем в этой энергоемкой тяжелой промышленности. И если вот прежние прогнозы, показанные на левом граффити, относительно доли потребления энергии в промышленности Китая показывали практически горизонтальные движения для Китая, в то время как все страны по мере роста ВВП и доля потребления энергии в промышленности существенно снижалась, конечно, эти прогнозы неправильные. Конечно, динамика в Китае будет ближе к тому, что там вот такие голубенькие звездочки, это Дермания, будет ближе к тому, что происходило в Дермании. И действительно, вот эти структурные звезды будут вести к тому, что потребление энергии будет в Китае расти существенно медленнее за счет переключения, вот на этом нижней табличке показано, из промышленности в пользу сектора услуг. Если говорить об электроэнергетике, то существует очень много сценариев, очень много прогнозов. Вот в тех выступлениях, которые мы до этого слышали, там самая большая глубина горизонта уходила до 1935 года, на самом деле такие трансформации, трансформации энергетической базы, энергетического сектора стоит рассматривать на более длительном диапазоне. И существуют разные прогнозы, но существуют и такие прогнозы, когда место для угольной генерации где-то в районе 2040 года в Китае вовсе не останется. То есть это возможно. Может быть, так не будет, но это возможно. Технически возможно, экономически возможно. Вопрос, какую, собственно, позицию займет китайское правительство. И при этом я хочу отметить, нижний правый график показывает, что это дешевле, чем развитие генерации на основе базового сценария, который предполагает достаточно большой рост спроса. А вот серенькой, с такой слабо закрашенной серой зоной на верхнем правом графике показан вклад в повышение энергоэффективности, в снижение потребности в электроэнергию. То есть если мы вкладываем средства в повышение энергоэффективности, то нам, в принципе, для развития генерации Китая нужно гораздо меньше средств потратить. И при этом топливная генерация здесь, ее роль существенно сокращается. Не факт, что произойдет именно так, но так теоретически произойти может. Китай ставит перед собой достаточно четкие явные количественные задачи. И вот здесь они показаны для энергетики, какие цели поставлены. Я не буду повторять эти цифры. И внизу табличка показывает, какие цели поставлены для решения задач по снижению выбросов. То есть счеты и количественные... Опять же, мер очень много, поэтому они здесь очень мелкие, и вы не успеете прочитать, и не сможете. Но это просто показано для того, что действительно это достаточно всеобъемлющая политика. Вопрос в том, насколько эффективен Китай в достижении тех целей, которые он ставит. Вот, по крайней мере, вот эта табличка показывает, что достаточно эффективен. Наверное, не все удается, и не всегда все удается так, как хотелось бы, но, в частности, вот они отстают немножко по установке мощностей атомных электростанций, но, в принципе, мы видим, что практически все задачи они выполняют, и даже некоторые перевыполняют. То есть, в отличие от некоторых других стран, не будем их называть, Китай гораздо более жестко, более рационально ставит цели и более способен достигать поставленные цели. При этом у них достаточно быстро модернизируется технологическая база. Вот здесь несколько сравнений того, какая роль различных прогрессивных технологий, энергоэффективных в России и в Китае. Мы видим, что в 2009 году Россия находилась по некоторым из них на том уровне, в котором Китай был еще 10 лет тому назад. То есть, мы, по крайней мере, где-то лет на 10 технологической модернизации от них отстаем, а они свою технологическую модернизацию достаточно быстро реализуют. То есть, вот этот график он показывает. И предполагают, что это будет и дальше так же быстро происходить. Здесь вот этот весь сдвиг в пользу низкоуглеродных технологий, а это технологии повышения энергоэффективности и технологии развития возобновляемых источников энергии, требует существенного сдвига в структуре инвестиций в поле. Ну, в данном случае, вот мы показываем в пользу повышения энергоэффективности. Но вот на левом верхнем граффити показан Китай, где желтенькие инвестиции – это повышение энергоэффективности, а синие – это снижение инвестиций в развитие энергетики. Мы видим, что да, в Китае в значительной степени за счет того, что больше будет складываться средств повышения энергоэффективности, потребность в инвестициях в традиционные энергетические сектора будет существенно снижена. И в зависимости от того, какой будет сценарий выбран, вот две таблички внизу, доля эффективных вложений в повышение энергоэффективности составит где-то 21-29%, а если туда добавить еще возобновляемые источники энергии, то она еще более существенной будет. И это несмотря… При этом у Китая нагрузка инвестиций в ТЭК по отношению к ВВП существенно ниже, чем у России. Вот эти два прямоугольничка красных показывают, соответственно, Китай и Россию. У нас это где-то 4%, у Китая около 2%, даже чуть меньше. То есть при этом они не перегружают свой экономический рост огромными инвестициями в энергетический сектор, который при этом интенсивно предполагается модернизировать. Если рассматривать меры по повышению энергоэффективности в Китае, то механизмов очень много, вот этим мне действительно приходилось профессионально заниматься, и они тоже достаточно эффективны. Здесь некоторые из них перечислены, я тоже не буду специально на них останавливаться, потому что в конце концов есть другой график, который говорит об эффективности всех этих механизмов. Все механизмы в конце концов нужны для того, чтобы а. повысить объемы инвестиций в повышение энергоэффективности, и б. за счет этой инвестиции достичь того результата и достичь тех целевых установок, о которых мы прежде говорили. Вот в Китае, Китай сегодня, ну вот здесь оценки сделаны на 2011 год, и здесь две оценки. Одна оценка МЭА, они оценивают, что эти инвестиции 35 миллиардов долларов были в 2014 году, а по нашей оценке и по моей оценке они были 57 миллиардов долларов, и я могу свою оценку защитить и спорить с МЭА, где они неправы. И это в 2011 году, а сегодня у нас на дворе 2016 год. В 2015 году, я думаю, что Китай уже вышел на первое место, обогнал США, и уже приближается к суммарным инвестициям в повышение энергоэффективности в Европейском Союзе. И на левом верхнем графике показаны сектора, в которые они, собственно, инвестируют. И здесь важен один очень существенный момент, что китайцы хорошо понимают, что здесь нужен коэффициент финансового рычага, то есть бюджет что-то должен дать для того, чтобы мобилизовать других экономических агентов и инвестировать в повышение энергоэффективности. У Китая коэффициент этого финансового рычага равен примерно где-то 5,6 или где-то возле этого, то есть практически бюджет оплачивает 15% инвестиций в повышение энергоэффективности. Наше государство делает совсем по-другому, но, например, если мы посмотрим пример США и Европейского Союза, они все поступают так же, а Китай несколько меньше софинансирует за счет бюджетных средств. В результате ей удается мобилизовать такие внушительные значения. Если вы увидите там такой маленький сиреневый прямоугольничек на правой верхней картинке, это Россия. Вот ее поэтому так плохо и видно, что наше государство этим не занимается. А Китай, вот я говорил, что мер политики очень много, и они очень разные, и они нацелены на очень разных агентов. Если мы говорим о всех мерах экономической политики, политики снижения выбросов, то здесь есть три территории таких. Первая территория – это агенты, которые не нацелены на экономическую оптимизацию, на максимизацию своего благосостояния, и принимают в основном решения по сложившимся стереотипам. Это мы, это мы как водители, мы как домохозяйство и так далее. То есть мы в основном принимаем решения по некоторым стереотипам, и начинаем принимать решения по-другому, только в том случае, когда тарифы действительно становятся очень высокими. И поэтому вот такой график, который показывает здесь вот эту красную зону, в этой зоне очень большой потенциал повышения энергоэффективности, вот эта красная зона его и показывает. Это распределение объектов по удельным расходам энергии на какую-то единицу, в данном случае на квадратный метр жилого дома. Поэтому мы долетим от технологической границы, которая определяется наилучшими доступными практиками. И здесь целый набор механизмов, которые в Китае успешно применяются, которые как раз направлены на то, чтобы через стандарты, через обеспечение информации, через экономические стимулы приблизить вот тех, которые на самом верху красной зоны, хотя бы к желтой зоне, и чтобы их совсем стереть из этого распределения. Те агенты, которые в основном оптимизируют свое поведение, здесь другие механизмы, здесь система торговли квотами, зеленых сертификатов, повышение цены энергоносителей, тоже в Китае активно принимаются. И третья зона, которую очень важно, и которую китайцы очень внимательно рассматривают, это стратегические цели. И стратегические эти цели говорят о том, что сегодня Китай старается жить не сиюминутными задачами, которые он может решить до 16-го, до 20-го года, а смотрят на гораздо более широкие горизонты. И здесь мы уже говорили о том, что они предполагают повысить существенно долю расходов на НИОКР, ВВП, и на развитие инфраструктуры, причем инфраструктуры, которые соответствуют новому технологическому укладу, а не той старой какой-то инфраструктуры, которая соответствовала промышленной революции. То есть здесь они во всех этих направлениях достаточно действуют. Ну и понятно тоже причины, по которым собственно осуществляется такой переход к низкоуглеродному и экологически чистому пути развития. Все эти картинки для китайцев известны, но может быть не все знают цифру, что ежегодно в Китае полтора миллиона людей умирает по причине болезней, заработанных по причине низкого качества окружающей среды. Но китайцы рассматривают вот этот переход не только для того, чтобы повысить здоровье своего населения, улучшить комфортность проживания, но и как стратегические задачи. Для того, чтобы Китай мог создать свои преимущества в развитии вот этих низкоуглеродных технологий, потому что они четко понимают, что весь мир будет в этом направлении двигаться в ближайшие сто лет. И для того, чтобы занять лидерство в группе развивающихся стран, чтобы можно было экспортировать эти технологии, экспортировать эти меры политики и институциональные решения и тому подобные вещи. Если говорить о том, а сколько все это может стоить с точки зрения снижения, потенциального снижения выбросов, очень часто этот вопрос рассматривают и задают, но вот на нижнем граффити среднем показано, что в самом пределе это может стоить где-то там 5% ВВП. Даже если это будет так, что не факт, и я готов спорить, что это будет не так, эту цифру надо сравнивать с тем, что сегодня потери от загрязнения, которые в Китае имеются, оцениваются в 4-11% ВВП. То есть в лучшем случае, вернее, в худшем случае мы сможем избежать этих потерь. Но те прогнозы, которые здесь есть, показывают, что Китай может иметь уровень ВВП на душу населения, вот правый и нижний график, совершенно разный при совершенно разных уровнях выбросов. То есть здесь вопрос, какую траекторию развития они будут выбирать. И вот сегодня они выбирают траекторию низкоуглеродного развития. Понятно, что все прогнозы имеют одну судьбу. Они, как правило, оказываются неудачными. При этом прогнозы, которые прежде создавались, всегда недооценивали рост потребления энергии в Китае, рост выброса в Китае и так далее. А те прогнозы, которые сегодня делаются, как правило, наоборот, это все переоценивается. То есть на самом деле, я к тому, что ситуация может быть даже еще более динамичной, чем мы сегодня вот на эти графики смотрели. Поэтому может быть такой, но может быть она, конечно, и не совсем такой, потому что любой прорыв в будущее – это прорыв через острое столкновение интересов. Конечно, не все так просто, и не все только в Китае голосуют за то, чтобы переходить к низкоуглеродному развитию. Есть силы, которые будут сопротивляться, и мы их знаем. Это угольные компании, это электросетевая компания, одна из крупнейших в мире, которая не очень охотно подключает возобновляемые источники энергии к сети, поэтому они сегодня даже там, где построены, еще не все подключены к сети, и это большой потенциал задействования. Ну и понятно, что я думаю, что у политического руководства Китая хватит, в общем-то, сил для того, чтобы проводить свою политику. Как мы видели сегодня в одном из докладов, они предпринимают все усилия, чтобы энергетический сектор подставить полностью под свой контроль и заставить его выполнять распоряжение правительства, а не сделать наоборот, чтобы правительство подчинялось его интересам. Ну и последний слайд, который я хочу показать здесь. Из того, что я сказал, видно, что, на мой взгляд, Китай уходит в зеленое будущее. Вопрос – где мы? Мы топчемся на месте, в красном настоящем, и с грустью смотрим вслед Китая. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Спасибо. Очень энергично, очень интересно. Вот, хотя немножко противоречиво, потому что все-таки все дымит, вот я вижу, все дымит все равно. Это так сегодня. Это так сегодня. А он, как стрелка, который скрытся. Да, ну хорошо, мы будем верить в будущее, будем верить в ваши прогнозы самые правильные. Хотелось бы, это очень бы, очень хотелось бы. Я хочу сказать, что все прогнозы, которые я говорил, не мои. Я китайским прогнозированием сам не занимался. Это очень интересная задача, но пока что у меня не было заказов на ее решение. Но все равно вы произвели впечатление сенофила, то есть человека, который вот любит Китай и верит в его будущее. Так, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Если все объемы китайские разделить на душу населения, то, наверное, будет на низком месте, да, там ВВП, Асталь. Наверное, он будет не лидером. Но здесь вопрос-то не в этом, а в динамике. Еще раз. Если объемы разделить на душу населения. А, особенно в образе. Я показываю там на одном из слайдов. Как раз ответ на этот вопрос, он в интегрированном виде показан, вот не на этом, а где он, этот слайд у меня. Нет, нет. Сейчас мы его найдем. Вот на этом верхнем слайде, смотрите, все страны с большим доходом на душу населения шли по более ресурсоемкой, так я бы сказал, модели. Это здесь показатели именно на душу населения. У Китая, да, сегодня у него меньше на душу населения, но он и не хочет достигать. То есть те прогнозы, те оценки, те стратегии, которые сегодня в Китае есть, говорят о том, что он в Пите даже не выйдет на те уровни, которые сегодня характерны для пиков, для развитых стран. Это у нас многие говорят, давайте мы сначала увеличим своё энергопотребление на душу населения до уровня США, а потом займёмся энергосбережением. Давайте, но мы тогда все подохнем от загрязнения окружающей среды. Так, хорошо, пожалуйста, ещё есть вопросы? Да, пожалуйста, Алексей Михайлович. Игорь Алексеевич, такой вот кратенький вопрос. Как Вы оцениваете для Китая на предстоящие десятилетия соотношение факторов повышения энергоэффективности структурного и технологического? В каких пропорциях тот и другой? Значит, я специально такую оценку не делал. По опыту других стран я могу сказать, что здесь очень сильно зависит от характеристики экономического процесса. В нормальном экономическом процессе роль структурного фактора составляет где-то треть. А две трети – это примерно технологический фактор. То, что сейчас в Китае происходит, я думаю, что это будет, наверное, половина или даже несколько больше половины. Вот те последние примеры, которые проводились, они и о таком резком снижении, они свидетельствуют, что это чисто структурно на данный момент. Ну, да. Ну, наверное, так. Ещё вопросы есть, пожалуйста? Да, пожалуйста, Ваш вопрос. Пожалуйста, дайте микрофон. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Какие риски, по-вашему, несёт форсированное развитие атомной энергетики в Китайской Народной Республике? Первый вопрос. И насколько серьёзны реалистичны планы от доведения мощностей до 150 гигаватт? Спрашиваю, задаю вопрос, потому что сегодня как раз печальная годовщина 30-летия Чернобыльской аварии. Спасибо. Значит, здесь два характера рисков. Первая – безопасность, то, что Вы сегодня сказали, годовщину Чернобыльской аварии, да, очень печальную. И здесь от этих рисков никто не гарантирован, причём это может быть как по причине человеческого фактора, так и по причине каких-то совершенно неожиданных природных явлений, как в случае Фукушима, да, когда выдержало землетрясение, но не выдержало цунами. То есть такие вещи всегда возможны. Я специально не анализировал программу развития атомной энергетики в Китае, поэтому более детально ответить не могу на этот вопрос. Но есть ещё один риск – риск экономичности, потому что, по крайней мере, сегодня не только китайская, но вообще атомная энергетика стоимость теловато мощности на атомной электростанции сегодня варьирует где-то от 5 до 7 тысяч долларов за теловато установленной мощности. И это самая высокая стоимость мощности изо всех технологических возможностей, которые сегодня в электроэнергии существуют. Поэтому электроэнергия, которая на новых электростанциях атомных, вырабатывается, становится сравнительно дешёвой, только если она полностью работает в базовой части графика. И даже в этом случае, если у нас, скажем, стоимость теловато установленной мощности ветровой электростанции где-то находится в диапазоне от тысячи до двух тысяч долларов за теловато установленной мощности, и там куим ниже существенно, пускай даже в три раза, то мы выходим примерно на конкурентные уровни стоимости электроэнергии от атомных возобновляемых источников энергии. Но я ещё раз хочу сказать, что я специально атомной программой Китая не занимался, поэтому какой-то более глубокий и детальный анализ я не готов представить. Так, если больше нет вопросов, спасибо большое, Игорь Алексеевич, спасибо, очень интересно. Мы переходим к открытой дискуссии, и, может быть, поднимите руки, те, кто хотел бы выступить, чтобы я примерно представила, сколько времени я могу давать на каждое выступление. Пожалуйста, кто хотел бы выступить? Никто не хочет? Ну, смотрите, все устали, никто не хочет выступить? Или так, как бы... Да. Да. Раздал журнал... Эрго, где моя статья про газовые рынки Северо-Восточной Азии. То, что я хотел сказать. Так ну, зачем? Ну, он роздан, как раз всё это сами прочитают, сэкономим времени. Так, рекламная пауза удалась, хорошо. Вы хотели бы выступить, пожалуйста. Очень короткий комментарий, Глинский Андрей Дюпон. Наша компания продаёт экологические технологии по всему миру, в частности, в Китае, в России. Я могу сказать, что скорость строительства установок, которые снижают выбросы в окружающую среду, значит, на тепловых станциях, на нефтепереработке. Количество вот этих проектов и скорость их в Китае ну, просто несоизмеримо выше вот с тем, что происходит, скажем, у нас в регионе. Это один момент. И очень кратко свои впечатления по путешествию по Китаю. С одной стороны, очень грязно. То есть, смог Пекин, Шанхай, всюду. Но, с другой стороны, все дороги вокруг засажены деревьями, причём молодыми. То есть, где бы и в какой части Китай не ехал, это всё видно. И вот полное ощущение, что вот то, что как бы на инновационные рельсы переходит страна, даже в разговорах с китайскими студентами, мы понимаем, что мы раньше всё копировали, сейчас мы это хотим поменять. И это как бы тоже воспринимается людьми прямо на низовом уровне. Вот моё впечатление личное было такое. А вот ветряки заметны по Китаю, вот как они в Германии заметны? Нам говорят, что там много ветряков, много там всего. Ветряки не обращал внимания, потому что смог. Ну, вот видите, какая противоречивая всё-таки картина. Да, пожалуйста. Значит, насчёт ветряков. Ну, если Синитяйно-Уйгурский автономный регион взять, то это просто он полон ветряками. То есть, понятно, что размещаются там, где низкая плотность населения. И вот у меня короткое добавление к комментарию по поводу лесонасаждения. Ну, просто времени уже не было, но очень важным направлением китайской энергетической политики, как ни странно, является лесонасаждение. Это входит в энергетическую политику. И Китай достиг на этом направлении за последние 10 лет колоссальных успехов. То есть, они нарастили площади лесов, ну, очень-очень существенно, даже вот учитывая размеры китайской экономики. И это заметно, причём это очень сильно, кстати, наращивает на границе с Россией. Почему? Это тоже потому, что в Китае есть проторынок или административный рынок углерода. То есть, там есть цена у выбросов, хотя бы на каких-то региональных там площадках. И вот такая политика имеет не просто экологический, но и экономический смысл, потому что, согласно международным правилам, вот СИНК, ну, то есть, поглощение парниковых газов леса лесами, оно учитывается при подведении странового баланса. Спасибо. И включает все замечательные показатели, которые нам Игорь Алексеевич, наверное, показывал, да? Что-то вот там дерево посадили, сразу раз, минус 5%. Так, ещё какие-то есть вопросы? Пожалуйста, Михаил Михайлович. Я только маленький комментарий такой. Вы знаете, я участвую в одной группе экспертов международных, куда входят китайцы, американцы и русские эксперты. Вот каждый год мы там собираемся один или два раза, и где-то начиная с 2012 или 2013 года мы делали, помимо других вещей, некоторый прогноз роста ВВП в Китае. И вот где-то в 2014 году эта группа предсказала, что, ну, примерно на 2015 и на 2016 год всё совпало, на 2017 год где-то 6% прогнозировалось. Что, что, что? Рост ВВП в Китае. А, рост ВВП. А на 2018 год почему-то получалось очень резкое падение по многим там причинам, от демографических до структурных, но совершенно много. И у меня есть подозрение, что альтернативный сценарий, с которым вот сейчас ВВП у нас выступает, он может оказаться не альтернативным, а может быть даже не просто базовым, а может быть даже и чересчур оптимистическим. Вот мы видим, что рост потребления газа ежегодный запланирован в этом сценарии, в базовом сценарии, на 5% для Китая. А в прошлом году это было 3,3% и в принципе это сильно сокращается, поскольку в 2014 году там было 8,9% и в принципе тенденция выглядит довольно устойчивой, то есть идёт сокращение потребления газа. Это вот такое вызывает некоторое сомнение в базовости вот этого анализа. И третье, в альтернативном анализе я увидел такое предположение, что китайцы в первую очередь, если им не понадобится много газа, начнут отказываться от сжиженного природного газа. Вот это тоже вызывает очень большое сомнение, поскольку мы видим, что газа завались в мире, это первое, и дальше будет ещё хуже и хуже, как минимум до 2025 года, по всем прогнозам, входят в эксплуатацию проекты, которые заведомо некоммерческие уже сейчас при этих ценах, но надо хоть что-то с них иметь, и поэтому они входят. И судя по всему на 50%, на 53% увеличится предложение газа на этом рынке, и мы уже видим газовую войну ценовую. И когда китайцы будут иметь возможность приобретать сжиженный природный газ где-то по 120 долларов за тысячу кубометров, а сейчас в Азии майские контракты идут по 130 примерно долларов за тысячу кубометров спотовые, то почему бы им не отказаться, извините, от газа, который будет поступать по газопроводам в пользу вот этого самого замечательного СПГ. Поэтому я думаю, что вот предположение о том, что совершенно безопасно смотреть на газопроводные поставки газа в Китай, что из Средней Азии, что из России, я бы не стал. Есть такая перспектива, что газопроводы могут проиграть конкуренцию сжиженному природному газу хотя бы вот в перспективе ближайшего десятилетия или пятнадцати лет. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Иванов. Неславский консультант. Подождите, подождите, у нас вот первые, а вы потом, да. Замечательные доклады. Мне одна тема показалась немножко незатронутой, но, конечно, в таком масштабе. Тема технологий. То, что сейчас, в общем-то, касаясь технологий возобновляемой энергетики и чистой энергетики в общем виде, ну, тоже начинается такая война между различными поставщиками. Мы сейчас видим, например, это на примере Индии, США и Индия, как там это внедрение солнечной энергетики по мнению индийского правительства и по мнению, соответственно, американцев и ВТО. Разные совершенно точные зрения на это дело. То, что касается Китая, мы знаем, как они копировали западные технологии, потом начинали их распространять по всему миру. И пока что, как бы, вот мировая общественность на это закрывает глаза. Что, слава богу, Китай движется в сторону чистой энергетики. Главный эмитент парниковых газов, наконец, стал на путь исправления. И, слава богу, мы все радуемся. Но, в конце концов, те самые механизмы международной конкуренции, те же самые механизмы ВТО, ну, наверное, как-то должны сказаться. У меня нет здесь точки зрения. Я просто говорю, что это тема, которая, вероятно, встанет. Если вы можете что-то добавить, это было бы сейчас полезно. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, да. Я хотел бы такие вопросы уточнить, что, конечно, доклады были представлены очень интересно, особенно, значит, вот по энергиевым сбережениям и по, значит, предупреждению парниковых выбросов. Но мы с вами должны рассматривать экономику и энергетику Китая в параллели с тем, что делается у нас. Только не то есть, в каком плане в параллели. В том смысле, что экономика Китая, то, что мы здесь сейчас рассмотрели, во многом, она касалась все же наиболее развитых районов. Но там есть и внутренний Китай, который, так сказать, находится далеко от многих наших развитых, наших даже среднеразвитых экономических районов. Поэтому нельзя смотреть на Китай как на однородную экономику и на однородную систему. Он достаточно сложный. И пока выровняется все это дело, пройдет еще не один год. И поэтому мы должны это понимать с вами, что в Китае и сейчас идет выравнивание жизненных уровней по всей территории. И пока это пройдет, это будет достаточно большой срок, наверное, до 10-15 лет. Второй вопрос. Может ли Китай отказаться от газа от нашего в пользу СПГ? Ну, наверное, наивно об этом думать, потому что, если мы возьмем с вами цену австралийского газа, где Китай, так сказать, по самые уши сидит, если мы с вами возьмем цену, значит, даже поставок американского газа, то все равно они не будут сравнимы с трубопроводными. Другой вопрос, что будет шантаж цены на каком-то этапе. Мы должны быть к этому готовы. Ну, а вопрос сравнимости по парниковым выбросам. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, мы пожинаем свои плоды, когда мы разрушили возможность влияния на единую систему развития энергосбережений и так далее. Отдали это все на лодку. И сегодня мы имеем с вами тарифы, которые определяются так называемыми договорами поставок мощности, которые там в десятки раз превышают цену этой электроэнергии, что тормозит развитие нашей энергетики. И надо, конечно, очень осторожно идти сравнивать наши позиции и позиции Китая, потому что мы не сможем сейчас однозначно перевалить на свою экономику все, так сказать, пути и шаги, которые они делают. Спасибо. Так, и последнее, пожалуйста, Георгий Матчеведович. Спасибо большое. Да, мы немножко засиделись, поэтому коротко. Да, пару соображений, тоже очень интересные доклады и тема, естественно, интересная. Ну, первое, насчет общеэкономического роста. Все правильно, что будет снижаться. Другое дело, никакой жесткой посадки, конечно, не будет. Это в китайских условиях практически невозможно. В нашем прогнозе, который мы первое опубликовали в 2001 году, мы считали, что до 2015 года темпы роста экономики снизятся до 5,5%. Но китайцы умел продержаться на высоких темпах еще одно десятилетие, потому что в начале, в 2001-2002 год, резко увеличили норм накопления. То есть инвестиции в экономику до 48% дошло вот где-то к 2010 году от ВВП. И если потребление домашних хозяйств в 70-е, 80-е, очень до начала реформ было 55% ВВП, то при такой норме накопления оно снизилось до 35% ВВП. Тем не менее, абсолютные значения росли, естественно, доходы домашних хозяйств росли очень быстро. Сейчас обратный процесс. Вот показывали график, начиная где-то с 2011-20-2013 год, вот сдвиг. То есть, естественно, инвестиции снижаются и растет потребление домашних хозяйств. Это не просто так, а к тому, что это структурные сдвиги очень серьезно начались. И, в общем, вот правильно, одна мысль была сказала, что мы сейчас себе не представляем, с какой скоростью пойдут эти изменения. То есть, они могут оказаться гораздо более быстрыми, чем вот мы сейчас представляем. Я это сужу потому, как до этого мы прогнозировали. Потому что начало процесса всегда там, пока он занимает 5-10% от общего объема, это очень медленные изменения, иногда даже статистически неулавливаемые. Сейчас уже их можно заметить. Но по мере того, как вот структурный сдвиг происходит, эта скорость нарастает. И действительно, эти перемены идут очень быстро. И самое главное, что это не только Китай. Это все такие развивающиеся быстро, такие как Индия и другие развивающиеся страны. И это тоже понятно. Они же не идут по следу развитых стран. Это развитые страны шли естественным путем. Менялась технология, менялось производство, спрос. А здесь сразу же используют современные технологии. И поэтому вот график показан был, что Китай не пойдет. Конечно, не пойдет. Не только Китай, весь остальной мир. Это самые современные технологии, которые сразу же используются, осваиваются. И совершенно иные, и удельные уровни потребления, и общий объем потребления. Так что, мне кажется, это очень важные процессы, которые обсуждали. И они реально идут. И, повторяю, перемены могут оказаться гораздо более быстротечными, чем вот сейчас нам представляется. Спасибо большое. Я, правда, прошу прощения, я не заметила еще одного желающего выступить. Спасибо, Наталья Ивановна, за очень интересные семинары выведения. Прексин Олег Михайлович, вице-президент Ассоциации Российских Банков. У меня, в общем-то, короткие комментарии, пожелания. Здесь в нескольких выступлениях звучали вот сноски на «а что у нас происходит?», «а что у нас, что мы можем ждать в нашей экономике, в нашей энергетике?» И вот пожелание, если можно, подумать над организацией одного из следующих семинаров на тему по специализированному, совмещенному, сопряженному рассмотрению проблем российской экономики, энергетики, российской и китайской, и даже несколько шире, не только российской, а с точки зрения поставленных задач по сопряжению строительства Евразийско-экономического союза и прокладки экономического пояса шелкового пути. Как-то вы все хотите сразу. Вот посмотреть, как мы можем учитывать в наших пожеланиях, вот созданно, вы знаете, созданно по совместному заявлению Сидзипина и Путина от 8 мая, создана рабочая группа, где у нас во главе стоят два МИДа. Вот МИД наш, вице-замминистра и китайские замминистры, которые они успешно поменяли, говорят, вот раньше апреля не смогут начать заниматься чем-то предметом. Там есть экспертные группы. И вот мне кажется, вот специалисты такого уровня, которые находятся у нас здесь, вот вполне должны быть представлены нам. И сейчас это очень важно и для Никишиной в Евразийской экономической комиссии, которая отвечает там за подготовку следующих документов. И для нашего МИДа, вот хорошо бы здесь обменить усилия, посмотреть, как вписать разработку проблем вот таким ведущим институтом и по нашей экономике. Мороэкономика является ММО, с той работой, которую ведут наши замечательные ведомства. Спасибо за предложение. Ассоциация Российских Банк готова подключиться. Мы тоже пытаемся что-то делать в этом направлении. Деньгами. Спасибо. Так, значит, если больше нет желающих выступить, но я под воду краткие итоги. Я прежде всего хочу поблагодарить наших блестящих спикеров сегодня, которые так открыли, ну вот как был фильм «50 оттенков серого», так у нас вот «50 оттенков Китая», по-моему, сегодня показали. И каждый взял на себя такую большую долю, так сказать, как бы более широкого дискурса, чем мы предполагали, чем мы задавали. В результате этого пересечения возникло, по-моему, очень интересное мозаичное панно, которое нам позволило увидеть абсолютно все грани того, что мы бы хотели сегодня услышать. И я думаю, это останется в нашей памяти. Что касается вот как бы содержательного, что здесь мне хочется сказать? Что я, конечно, разделяю. То есть о том, что все-таки неопределенность сохраняется и большая, и много указаний на то, что все-таки какой-то перелом происходит. Собственно, об этом говорили многие, и данные показывают о том, что вот сейчас, в общем, период какого-то перелома для Китая. И успокаивающие прогнозы, конечно, ну, хотелось бы в них верить на будущее, что этот перелом не будет слишком сильным. Но то, что он происходит по многим параметрам, это совершенно ясно. Будет ли это перелом действительно какой-то эпохи более низких темпов роста и потребления и всего развития? Будет ли это спокойное развитие? Будет ли это такое более медленное развитие, которое будет структурно сбалансированным? Или все-таки там будут происходить какие-то очень серьезные такие признаки дисбалансов, которые мы видим уже? Пока Китаю как-то удавалось их предполагать. Ясно, что мы этим интересуемся не просто так, а именно потому, что это очень большие риски для России. И потому, что мы соседи, и потому, что мы поставщики ресурсов, и потому, что мы, так сказать, рассчитываем на инвестиционные потоки, которые, так сказать, по-прежнему из Китая не очень идут. Вот ясно, что эти риски мы не можем недооценивать. Поэтому мы, конечно, будем к этому возвращаться и будем работать с коллегами, в том числе, конечно, с коллегами и по евразийскому проекту, и по ШОЛСу, и вообще из постсоветского пространства, в том числе у нас коллеги работают с Казахстаном. Мы эту тему постоянно держим на пульсе. И благодарим всех, кто принял сегодня участие и в комментариях, и особенно еще раз благодарю докладчику, предлагаю им поаплодировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok